Космическая компания Илона Маска SpaceX выглядит довольно впечатляюще по меркам сторонних проектов. Она никак не связана с повседневной работой Тесла, где труды инженеров направлены на то, чтобы отучить человечество от использования двигателей внутреннего сгорания. Основная цель многомиллионных разработок SpaceX — снижение затрат на космические полеты и, в конечном итоге, колонизация Марса. Если вы вдруг не знали, еженедельный запуск ракет в космос — удовольствие не из дешевых. Конечно, у Илона Маска есть небольшое состояние, но он не выращивает деньги на деревьях, а за регулярный запуск и посадку ракет нужно как-то платить. Итак, присаживайтесь поудобнее, а мы подробно расскажем о том, на чем зарабатывает компания SpaceX. В октябре этого года представители влиятельного инвестиционного банка Morgan Stanley заявили, что вскоре стоимость SpaceX доберется до 100 миллиардов долларов. Это весьма впечатляющая цифра, если не задумываться о внутренней кухне компании. В конце концов, космические полеты — это рискованное мероприятие с финансовой точки зрения, требующее дорогостоящего оборудования и высококлассного персонала, на что в сумме уходят сотни миллионов долларов. А если ракета все же улетает дальше земной орбиты, на холодных просторах Солнечной системы, ее точно не ждут дорожки из денег, которые покроют затраты на подготовку. Именно поэтому спонсированием космических программ всегда занималось правительство. Так почему же в наши дни полеты в космос начали приносить прибыль? Основной доход SpaceX приносит заказы клиентов по доставке оборудования на земную орбиту. Вряд ли вам и вашим знакомым понадобятся такие услуги, но коммуникационные компании вроде Orcom, SES, Iridium, Immersat и Ticom активно ими пользуются по выгодным ценам. Но под выгодными ценами все же подразумеваются десятки миллионов долларов. Фиксированная цена на запуск спутника с помощью ракеты Falcon 9 составляет 62 миллиона долларов. SpaceX не разглашает детали своих финансовых операций, однако по оценкам экспертов запуск новенькой ракеты Falcon 9 обходится компанией примерно в 50 миллионов долларов. Поэтому разумно будет предположить, что средняя прибыль за каждый запуск составляет около 12 миллионов долларов. И это весьма неплохо, особенно если учитывать, что компания запланировала 21 запуск ракет на весь 2020 год, а также 50 запусков на 2021 год. И это только начало. Одной из ключевых целей SpaceX является постройка многоразовых ракет, а на данный момент компании уже удалось разработать ракеты с многоразовой первой ступенью. При повторном использовании первой ступени стоимость запуска ракеты снижается до 35 миллионов долларов. И благодаря этому бизнес-маска выглядит намного более прибыльным, чем могло показаться. В качестве наглядного примера можно привести ракету Falcon 9 с первой ступенью, которая использовалась уже 7 раз. И несмотря на то, что SpaceX в таких случаях предлагает своим клиентам скидки, снижая цену за запуск до 50 миллионов долларов, только одна эта ракета за время своего использования принесла компании более 100 миллионов прибыли. Список клиентов SpaceX состоит не только из коммуникационных компаний. Компания периодически заключает контракты на солидную сумму с правительством США по размещению спутников и сверхсекретного воздушного оборудования. А из-за усиленных мер безопасности и повышенной сложности запусков обходятся они в среднем на 20 миллионов долларов дороже. К примеру, месяц назад в ходе одной из таких миссий несколько космонавтов успешно прибыли на МКС. На борту ракеты от SpaceX. И солидные показатели прибыли отнюдь не случайность. Ведь совет директоров SpaceX, головной офис, который расположен в городе Хоторн, неподалеку от Лос-Анджелеса, просчитывает все наперед. В 2019 году, который прошел весьма успешно для компании, около 10% сотрудников лишились рабочих мест, поскольку совет директоров решил сократить расходы на производстве. В стенах SpaceX часто рассказывают о случае, когда инженер Стив Дэвис попросил Илона Маска одобрить покупку компонента за 120 тысяч долларов, произведенного сторонней компании. А Маск в ответ лишь посмеялся и заявил, что готов выделить Дэвису 5 тысяч долларов на то, чтобы тот сконструировал данный компонент на заводе SpaceX. В результате Дэвису удалось это сделать, а потратил он на разработку всего лишь 3900 долларов. Но какой бы эффективной финансовой политики не придерживалась SpaceX, и сколько бы спутников компания не отправляла на орбиту, этого все равно недостаточно для того, чтобы соответствовать оценке в 100 миллиардов долларов от Морган Стэнли. И откуда взяться такой внушительной сумме? Ответ уже буквально находится над нашими головами. Речь идет о системе спутников Starlink, расположенных на орбите, которые будут обеспечивать высокоскоростным интернетом практически все уголки планеты. Ожидается, что в ближайшие годы она начнет приносить компании SpaceX огромные деньги. Как и все, что связано с космосом, данная система требует серьезных вложений. По словам Маска, вывод на орбиту нескольких тысяч таких спутников с поддержкой наземной инфраструктуры обойдется примерно в 10 миллионов. Однако, ожидаемая прибыль при условии, что пользователи интернета будут платить по 99 долларов в месяц, должна превысить 30 миллиардов долларов к концу 2025 года. На этом прогнозы банка Морган Стэнли не заканчиваются. По словам его представителей, если SpaceX удастся хотя бы на 10% использовать свой план по расширению инфраструктуры спутников, один только проект Starlink в ближайшее время доберется до стоимости в 52 миллиарда долларов. Неудивительно, что частные инвесторы уже стоят в очереди в Хоттерне, чтобы одними из первых вложиться в Starlink. Одним из таких инвесторов является Альфа-Бет, материнская компания Google, которая уже вложила около 900 миллионов долларов. Помимо полетов на орбиту Земли и масштабных планов по созданию доступного интернета, у SpaceX есть и другие проекты, которые могут принести компании еще больше прибыли. Один из таких проектов связан с космическим туризмом, набирающим популярность. На данный момент один только билет в космос обходится туристу в 50 миллионов долларов, а первый полет запланирован на конец следующего года. А когда в эксплуатацию поступит ракета нового поколения от SpaceX под названием Starship, примерно в начале 2022 года, доставка грузов на орбиту станет для компании еще более выгодной. И не стоит забывать о перспективе орбитальных полетов из одной точки планеты в другую. Конечно, этот проект пока находится на ранних этапах развития. Но если Маску и его команде удастся осуществить задуманное, то отбоя от желающих добираться за полчаса из Нью-Йорка до Сингапура точно не будет. И, наконец, Марс. На данный момент сложно представить, как именно будет работать марсианская экономика, но для Илона Маска и его компании возможность первыми оказаться на Марсе — это скорее вопрос престижа. А это, в свою очередь, откроет новые перспективы. И кто знает, куда нацелится SpaceX после Марса. Пока что SpaceX не разглашает детали финансовых операций, возможно, компания старается не привлекать лишнего внимания к излишне дорогим научно-исследовательским проектам Илона Маска. Но кто станет сомневаться в компании, которая умудряется зарабатывать даже на благородной подготовке человечества к межпланетным, а затем и межзвездным полетам? На этом все.